Ребят, всем огромный привет, дорогие мои зрители! Продолжаем обзоры, вечерний обзор. На этот раз видео Эдика Адамяна. Наконец-то уже увидим мы, я так надеюсь, конфетку просто, а не домик. В каждую комнату уже подошел тот этап, когда Эдик едет с Гульнас выбирать обои. Но не тут-то было, ребят, в каждую комнату, да не в каждую. Я чего-то или не знаю, потому что опять и снова буду вам честна и признаюсь. Я не просматриваю все видео Эдика, это вынести невозможно. Ну, дятина страшная, тягомотина ужаснейшая просто. Поэтому я могу где-то что-то пропустить. В комментариях мы с вами общаемся, вы подсказываете, где-то исправляете меня. Я не поняла, почему обои будут выбираться только в свою спальню, то есть мужа и жены, да, и в комнату Миленки. А Элина что? Не ваша дочь? Почему Элинки не выбирают обои? Ничего. Я вот здесь, ребят, умываю руки, честно сказать, прокомментировать ничего не могу. Выбираются обои только в комнату одной дочери, вторая в пролете. Поехали в местный какой-то магазинчик сельский, зашли, а там этих обоев раз-два и обчелся. Нет ни черта. Кружился с этой камерой Эди, кружился, рулоны, рулоны, стеллажи, стеллажи, и мелькает, и мелькает, кружится и кружится. Как это можно было выдержать? Народ, 27 минут съемки, вот все видео занимает, да, 27 минут. Из которых 24 минуты человек кружится в одном магазине, потом во втором магазине и показывает образцы обоев. Вот так заботится о своем зрителе, вот так Эдик делает все, чтобы было зрителю интересно смотреть. Не понимаю, сколько призывов было, Эдик, не тряси рукой, Эдик, снимай нормально, Эдик, ну хоть что-нибудь как-то покажи, нифига. Он не слышит, информацию абсолютно не усваивает, и вот я наблюдаю эти обои, но работа есть работа, я же должна вам что-то рассказать и поделиться. Ребят, чем-то интересным, а чем? Вот из шкуры лезу вон, чтобы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь как-то рассказать и какую-то красочку добавить в это видео. Не знаю, насколько у меня это получится. С каждым разом все труднее и труднее. Ищут они, цель стоит, у Гульна с Эдиком найти такие же обои, как у них поклеены вот в комнатке проходной в Белебее в этой маленькой квартирке. Все помните? Такая золотистая веточка идет, да, фон такой где-то бежевый. Обои такие им очень понравились, после того, как Эдик наклеил, они еще больше в восторг пришли, очень красиво, замечательно. Ну, скажем так, обои и обои, я лично ничего там такого сверхъестественного не увидела, но и неплохо, ребят, неплохо. Будем честно доносить информацию. И вот они ищут, ищут эти обои, ясный перец, здесь такого не будет. Но здесь много других образцов. Сельский магазин не удовлетворил запросы искушенных покупателей, скажу даже так. Поехали в город. То ли в Есентуки, то ли в Пятигорск. Че-то Эдик не определился, но показал нам следующий магазин. Здесь выбор побольше. Но я что-то опять, девочки, просто стухло. Показывает образцы. Самое хуже, что ли, выбрал? Ну, вот самое хуже. Ребят, ощущение такое, что побелка цемента с разводами какими-то маслянистыми, блестящими. Вы знаете, как в луже воды от мазута разводы. Вот если попадет туда мазут капли. Я все свое детство, всю свою школьную жизнь прожила в железнодорожном городке. У нас узловая была железнодорожная станция. У нас сформировались все составы поездов пассажирских и грузовых. И вот эти вот лужицы я наблюдала, когда ходила в школу, тем более, когда вот переходила через путя, да, там стоят вагоны. И я наблюдала это все, и я хорошо знаю. Так вот, когда я увидела эти обои, у меня сразу почему-то ассоциация такая была. Вот лужа воды, и там вот этот грязный из мазута развод. Вот такое начали рассматривать в разных интерпретациях. И именно в сером цвете. Вот не корми их, да, дай только серый, черный, удручающий, и чтобы блестело. Вот обязательно должно блестеть, желательно золотом, серебром, чтобы отливало. Я таких вкусов, народ, не понимаю. Конечно же, вы скажете, Анжел, каждый подбирает под себя. У всех людей вкусы разные. Согласны с вами, ребят, на миллион процентов. Действительно, мы же не запрещаем Адамянам выбирать то, что им нравится. Ради бога, это их жилье. Им там жить, наслаждаться, получать удовольствие, отдыхать душой, телом и глазом тоже. Я только высказываю свое мнение. У меня абсолютно другой вкус, а вы, пожалуйста, мои дорогие зрительницы, в большем своем количестве, да, в основном девочки у меня, женщины на канале, напишите о своих предпочтениях и вкусах, что вы любите. Я люблю стены белые, вот белые. Или, может быть, чуть-чуть с каким-то бежевым или кремоватым или сливочным оттенком, но совершенно светлые, однотонные, чтобы не напрягало глаз. Потому что потом, ребят, когда наклеишь эти обои, очень сложно подобрать мебель само собой. Они по цвету должны гармонировать и дружить. А вот эти все шторы, помните, да, покрывала на кровать, подушечки, тем более, как любит очень сильно Эдик с гульнаской. Они еще туда и ковер постелят. И вот это все будет рвать глаз очень сильно. Поэтому фон, то есть стены являются фоном для вашей какой-то комнаты, где вы делаете ремонт, да, этот фон должен быть абсолютно спокойный. Или же, как раньше было модно, делать акцентной одну только стенку. Я вижу, гульнас и исходила из таких принципов, сказала, что к себе в комнату я хочу вот одну стену выделить, сделать акцентной. Это я ее пожелание перевожу на доступный нормальный человеческий язык, без мычания. Это я так ее поняла. Итак, ребят, выбирали эти обои. Почему, если вы выбирали еще и в комнату Милене, вы ее не взяли с собой? Когда ты видишь глазами вживую, воочию эти обои, это одно. Через телефон, через экран, правильно Эдик говорит, ничего толком не передает. Непонятно, какие они, как они меняют при освещении, без освещения свои оттенки, цвета, как они будут выглядеть вечером. Как это все вообще будет выглядеть, когда наклеишь полностью стенку, нужно иметь какое-то воображение. Ну и лучше это видеть вживую. Нет, Милена сидит дома, гульнас включает телефон, через телефон, вот смотри, и пошла точно так же кружиться, как Эдик. Что там-то Милена разглядела, я ума не приложу. Но вижу, то же самое, выбрала какие-то разводы, но хоть посветлее, ребят, приехали домой. Карнизы, они говорят, галтели, я не знаю, как правильно в том краю называются все эти прибабульки. У нас карниз, плинтус, все понятно. Эдик говорит, надо будет шпаклевать, никто это шпаклевать сейчас не будет. Эдик, полиуретан, пенопласт, Эдик, ничего это не шпаклюется. Нужно красиво, правильным инструментом это все обрезать под правильным углом, клеить и красить. На этом все. Так делают во всем мире. Окей, итак, показывают нам то, что выбрали. Вот они, рулоны уже дома. Девочек обязательно сюда притащили. Вижу, Элинка стоит в дверном проеме, переминается с ноги на ногу. Зачем ее позвали, если ее это абсолютно не касается? Ребенку не купили никакие обои. Еще раз задаю вопрос, почему у нее в комнате ведь ничего тоже не поклеено? Голые стены, ну там покрашенные или что. Ну так почему? Всем купили, дитю не купили. Почему? Позже будете покупать? Это уже неинтересно. Вот сейчас, когда всем, вот тогда всем. Странное какое-то разделение такое, странное понятие у мамы и папы. Неужели непонятно? Одному дитю вы покупаете? Да-да. Я понимаю, вы напишите. Это уже не маленькие дети, Анжелика, они взрослые барышни. Я это все понимаю. И тем не менее, ребят, неужели Элинке сейчас не хочется тоже как-то поучаствовать и представить свою комнату тоже, выбрать те же обои? Ну хочется, ведь это девочка. Разбор полетов. Показали эти обои. У Милены хотя бы светленькие. Ребят, и я, вот лично я, когда смотрю такие кадры, очень довольна. Пусть они блестят. Ладно. Пусть там вот эти вот разводы. Я знаю, эти обои, они такие толстые. Они напоминают, кстати, какой-то пластик. Ну правда. Вот как панели пластиковые. Вот у меня такие ассоциации. Но они светлые. И это очень радует. Слава тебе, Господи. Они светлые. Комната будет светлой. Давайте радоваться вместе, народ. Давайте порадуемся этому. И обои в спальню Эдика и Гульна. Здесь, конечно, трэш-трэшовые. Серые, с черными разводами. Угрюмые, удручающие, не поднимающие настроение. А абсолютно наоборот. Для меня они были просто страшные. И еще акцентная стена. В самом конце видео они все-таки развернули этот рулон обоим. И показали листья какие-то. Мне напоминали они перья. Разбросанные какие-то, как будто грязные эти перья. Некрасивые. Чтобы не говорить много плохих слов, ребят, скажу одно емкое. Некрасивые. Грязные пятна, грязных перьев. И все заляпано, заляпано, заляпано. Какие шторы она туда повесит, я лично не представляю. Одно могу сказать. Конечно же, наших советов никто не послушает, ребят. Но сейчас пока, вот на данном этапе, обои уже куплены, мы это помним. Еще ситуацию можно исправить. Вот такой шаг сделать. Купить абсолютно белую мебель. Спальню. Белая кровать, белый шкаф, белые тумбочки, белый комод. Абсолютно белую. На серых стенах. Стенах, стенах. Исправьте. Поставить белую, однотонную мебель, без всяких вставочек, без всяких золотулик, без всяких аппликаций. И, пожалуйста, просто белую, на фоне серых стен, это будет смотреться еще хорошо. Это будет хорошо. Но если она сейчас накупит чего-то коричневого, и сейчас какие-то аляпистые шторы, и вот эти вот стеклянные покрывала с этими рюшиками в золоте, Мама дорогая, прячьтесь все быстро. Ну, у меня такие чувства, ребят, я никуда не могу от этого деться, поэтому с вами делюсь. Ну, вот так у меня. Жду ваших комментариев. Напишите, как вы видите эту комнату. И, может быть, вы пишите там комментарии у Эдика на канале. Советуйте, ребят, у нас не стоит цель нагадить, как-то испортить, наговорить ему плохих слов, неприятностей. Нет. Мне лично очень хочется, чтобы у них было все, ну, по возможности, красиво и современно. Но мне очень хочется. Хотите, верьте, хотите, нет. Обои в спальню Эдика и Гульнас мне ужасно не понравились. Ужасно. Но вот спасти ситуацию, я повторяюсь, я понимаю. Но, мне кажется, ну, может быть, кто-то донесет белую мебель. Только белую. Ой, Надежда умирает последней. Надеемся, что все будет хорошо. Ребятки, жду с нетерпением комментариев. До завтра. Пока.